Мой сборочка модов. Несколько людей мне писали про моды, с которыми я обычно играю, поэтому вот ссылка, здесь лежит сборка. В ушах у тебя магнитола, а на экране видик, где мы поверхностно глянем, что тут вообще за модики есть. Так, чисто, покажу, примерно, короче. И в конце видоса будет важное сообщение, которое может оказаться очень полезным, обязательно гляньте. Погнали, короче. Говорю сразу, тут полнейший атас, более 400 модов, заточенных под реализм, иммерсивность и хардкор. Правда, хардкор 22 я решил не включать, ибо он, ну прям, очень специфичный. Но есть еще, его можно отдельно поставить поверх этого всего. Еще здесь дохренища модов на внешность, шмотки и для фотомода. Помимо этого, есть несколько улучшало картинки, которые, конечно же, влияют на производительность, но не сильно. Без решейдов, но есть лут, который не влияет на фпс вообще никак. Не говоря уже о тех, которые, например, заменяют рекламу, такие вот билбордики и всяческий визуал. Моды на удобство игры и фиксы, очевидно, здесь найдутся в том числе. А еще есть несколько угарных, ну и, естественно, тачка. Одна единственная, но есть. Ну ладно, еще вот три моцка недавно добавил. Короче, эта сборка вообще не для первого прохождения, я прям не советую. Ну-ка, глянем на моды для внешки. Здесь есть почти все, о чем я рассказывал в видосе про моды на внешность V. Вот это куча магазинов, которые забиты различными шмотками. Моды для улучшения всяких аспектов, типа кожи, волос, эльфийские ушки, вот да, тело и все в этом духе. Естественно, все это держится на equipment EX, appearance change unlocker и модах на дрыгание сисек. По итогу должна получиться такая вот тянка, которая будет помогать тебе иссякайнуться из реального мира в Найт-Сити. А в редакторе персонажа появится пресет вишенка, через риперов здесь ее тоже можно найти. Большая часть модов именно из этой категории, ибо шмоток ультра дофига. Еще здесь же есть всякие улучшалки, заменялки, моделек для NPC типа Альт, Риты, Мести и так далее. Ну и за компанию вот еще Люси. Дальше моды для фоторежима. Куча поз, дополнительные эмоции, локации для АММ. Конечно, да, придется разбираться, как пользоваться АММ, чтобы делать мега крутые фотки. А еще есть вот такой мод с источниками света. И все это под соусом из твикалки для трассировки пути в фотомоде. Я пиздец часами в фотомоде сижу и сидел даже в то время, когда нихуя для ютабчика не снимал. Я конченый или кто, не ипу, но я кайфую с этого дерьма. Поэтому неудивительно, что модов из этой категории ебанешься сколько. Еще есть моды для удобства игры. Типа вот, чтоб при загрузке игры скипнуть все логотипчики. Чтоб вот эффектов в инвентаре не было. Мод для создания сейвов с названиями. Или вот, чтоб на карте были имена продавцов. Мод для хальяжной вадьбы, да. Мод для хальяжной вадьбы. Мод, чтоб Ви в редакторе не двигалась, блядь. Хотя из-за этого не получится заглянуть ей в рот и увидеть зубы, ну да ладно. Бля, их тут куча, короче. Если я не поленился, то весь список модов будет в описании. Еще туда смотри. А да, по пути, пока идешь чекать список, еще заодно лайк веби. Естественно, есть моды на графенчики типа того. Короче, тут реклама, билборды в 10-й мегабашне, улучшалки, лодов, текстур, крутая погода, сочная кровяшка, окна, настраиваемые неоновые диски, еда с улучшенными текстурками и модельками. Джой здесь и здесь. А вишки с тенями и это с лампочками. Забей, короче, дохуя всякого. Стоит понимать, что это все не особо прям влияет на фпс, но улучшает игру прям существенно. Думаю, что моя ведяха тянет это относительно легко, а вот ведяха послабее может не выгрести. У меня RX 6600, если что. Ну и самое сладкое. Геймплей. Тут вообще пиздец куча всего. Сильные враги как обычные, так и боссы. Можно настроить под себя повторяющиеся события типа угона и эрдропов, только вот с боссами другими, спасение заложников и так далее. Даже квест новый с Багбир есть. Мод на киберпсихоз тоже можно настроить под себя. Мод на систему выживания с признаками деградации. Его вообще можно вырубить в настройках, если оно тебе нахуй не нужно. Опасные дороги, крутые копы и все в этом духе. Есть также твики типа улучшенных рук горилл, стелсявые добивалки, моды для нетранеров, прибор ночного виденья. В общем куча всякого разного опять же. Куда же без модов на иммерсивность? Курить, жрать, пить где угодно, бухать скинтайм и достать комп, вид от первого лица. Сесть где угодно, настраиваемый худ, гладить кису, риперы. Такое вот быстрое перемещение. Таймскип, тяжелое дыхание после спринта, вызов тачек без телепортации. Расширенное управление тачками, оживленный Найт Сити. Пассажир Жоня, короче опять же дохренища всякого. Из разного, которое хуй знает куда отнести, есть две радиостанции. Атоми Харт и анимешная. Выровненные суточные циклы, фикс, базы данных, изменение названия пёси горд в доктаун. Но это для тех, кто играет на английской озвучке с русскими субтитрами. Грамматика там-сям поправлена. Рандомизатор пункта назначения, да? Вообще классный мод. И всякое-всякое. Про большую часть модов, которые я сам использую, я уже рассказывал в видосах по модам. Поэтому тут не так много нового будет, но вот как-то так. Ссылка на сбор очка будет в описании и в закрепах канала вот здесь. Установка очень простая. Скачанный архив открываешь, всё выделяешь и тупо переносишь в директорию игры. Винда спросит за дубли файлов, жми заменить. А потом при запуске игры появится окошко от CyberEngine Tweaks, которое будет просить тебя забиндить его. Придумай бинт. У меня, например, F11. И здесь в настройках забинди всё остальное, что тебе понадобится. Смотри, что тут есть вообще в целом. Вкладка с IMM, про которую я всё ещё боюсь снимать гайд. Вкладка с Charlie, которая позволяет удобно выставлять свет для фоторежима. GTA Travel. Free Fly, чтоб летать туда-сюда. Потата, где можно графен крутить. Например, если тебе какой-нибудь туман не устраивает, то его можно вырубить. Или если у тебя вообще, да, комп слабый, можно здесь прям всякое повырубать. И ещё есть Respector, где можно накрутить себе уровень, патроны, всякие шмоты и прочая всякая, короче, читерилка. И Immersive First Person для улучшенного вида от первого лица. Во вкладке Mods Settings можно все вот эти моды настроить, как и во вкладке Mods. Повторюсь, про многие из них я рассказывал в видосах. Про некоторые буду в ближайшем будущем тоже рассказывать. Я всегда, ну, стараюсь, по крайней мере, освещать эти самые настроечки. Так что, если чё, иди глянь, что там крутить, что не крутить. Мне предлагали рекламу в этот видосик, но вместо неё будет сообщение, которое, я очень надеюсь, поможет вам не стать жертвами мошенничества. С одним из подписчиков канала, который пожелал сохранить анонимность, но мы для удобства будем звать его Игорем, случилась дикая хуйня просто. 21 февраля с Игорем связались якобы с налоговой инспекцией и сказали, что сотрудники энных банков пользуются его реквизитами и могут оформить кредит на, собственно, Игоря. Параллельно угрожали 183 статьёй о неразглашении, типа нельзя с третьими лицами говорить на эту тему. Ещё упоминали некий ЕВР, единый внутрибанковский реестр, который нужно переоформить или чё-то такое. Короче, там пиздец. Типа с тобой связывается фейковый работник Центробанка, который скидывает тебе скриншот твоего удостоверения, и говорит, что нужно на картах иметь сумму не больше 1000 рублей, чтобы какую-то хуйню там переоформить. Затем на связь выходит сотрудник следственного, блядь, комитета России и направляет к банкомату, чтобы совершить перевод и убеждает в том, что сотрудник безопасности банка является третьим лицом. То есть не фейковый, блядь, настоящий, если тебе позвонит, он якобы третье лицо, пиздец, и не имеет права знать про разговор. Далее, всё это якобы нужно для подачи апелляции по кредиту, который на тебя оформлен, типа, а в случае отказа они угрожают тем, что эти деньги могут быть использованы незаконно, на всякие террористические операции или даже на СВО. И тогда с тобой уже будут по-другому разговаривать. Короче, пиздец лютейший просто. Вот ты сейчас слушаешь это, и со стороны кажется всё очевидно, блядь, как на такое можно повестись. Но, ёбаный рот, боюсь представить, что жертвы чувствуют, когда им постоянно напоминают про то, что они не могут никому рассказать об этом, иначе, блядь, сядут. А в случае отказа брать кредит, блядь, угрожали тем, что это препятствие следствию. Короче, мрак полнейший, блядь. Игорь со мной связался и предложил рассказать всем о хуйне, которая с ним случилась, чтобы никто не попался на это говно. Поэтому такие дела, пацаны и пацаны, внезапная хуйня, понимаю, но очень надеюсь, что это вам поможет, ибо схема, ну, реально лютая какая-то. Игорю огромный рахмет, что поделился, это прям плюс 100 к соцрейтингу. Мне тоже полезно, ибо до Казахстана такая схема наверняка тоже доберётся в ближайшее время, как это обычно бывает. А ладно, короче, всё, давайте завершать видик. А, и ещё про бендэшоп. В прошлом видосе про моды я рекламировал этот сервис, и тех, кто воспользуется, я попросил написать мне отзыв. Короче, я ожидал, либо всё будет хорошо, и никто отзыв не напишет, ибо положительные, вообще редко кто пишет, либо всё будет плохо, и меня завалит отзывами. На деле, я говорю Рахмет аж двум людям, которые всё-таки написали, что они сервисом воспользовались, и всё прошло на отлично. Чему я несказанно рад. Рахмет, восемь ревиз, и госту из Modern Warfare 2022. Магнитол, бендэшоп, имба, купил через него себе новую колоду, и пришло, о, круто, теперь через него и закупаюсь. Блин, ну это радует, это радует, что они норм челики. Короче, вроде челики норм, я так полагаю, можно пользоваться. Кто воспользовался, ну реально, у кого всё хорошо, кто поленился написать положительный отзыв, сейчас в комментах напишите. Вот. Ладно, всё, го, завершать видик. Ну и куда же без Рахметов за поддержку? Вот этим пацанам и пацанесам я бы хотел выразить огромную, просто необъятную рахметизацию за поддержку в виде бабла, через донаты, через бусти. Вы, блядь, просто, вы пиздец охуенные, я уже сколько прошло, до сих пор не могу нормально сказать Рахмет за такое, за такого рода поддержку. Потому что, да, я до сих пор, я просто реально, я до сих пор не могу осознать размер того Рахмета, который я испытываю по отношению к вам. Ну это просто, блядь. Короче, огромный вам рахмет, очень приятно, реально, я это очень ценю. Такие дела, лайк, подписка, колокольчик. Всем, кто спит, спокойной ночи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok